Всем привет! Это подкаст «Дикие утки» в студии Дарья, и сегодня у нас в гостях наш любимый фотограф Мария. Привет! 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 Да, как будто бы мы с тобой неделю не виделись и записываем новый подкаст. А, окей. Божечки! Как я по тебе соскучилась! Да, я тоже так давно не виделись. Я, короче, всю неделю сжимала свои мышцы. Накачала их прям. Все вообще шикарно. Взгляд осознанный стал, да? Очень осознанный. Ты не видишь, какой у меня осознанный взгляд. Что нового? Что за неделю произошло? Работаем. Спать хочу. Все. В общем, все, как всегда. Да, ничего не меняется. Ты подготовилась. Я мысленно. Ну, отлично, да. Ты говорила, что ты недавно начала водить. Да. И мы уже из прошлых подкастов знаем, что это Солярис. Какие-то истории про вождение есть? Что-то такое? Ну, я всем честно признаю, что я не водитель, а мудак. Я всем честно так и говорю. При этом я... В визитке так и написано. Я очень ищу наклейку. Я не водитель, я мудак. Пока найти не могу. Уже думала заказать. Ну, либо возьми маркер. Да. Листик. Либо прям на стекле. За маской. Знаешь, как пишут, продаю. Да. А снизу подпись выйдет замуж. Да, да. Ну, говорят, работает хорошо. Надо попробовать. Слушай, ты каждый подкаст такие советы даёшь. То мышцы сожми. Да, то мышцы сожми, чтобы взгляд был осознанный. То вот надо написать, что замуж выйдут. Нет, у меня ещё была мысль на лобовом... Ой, на лобовом. Садись на стекле написать, подайте на Мерседес. Ну, мало ли. А то что, Солярис? Ну, не знаю. Нормальная такая машина. Там что, Солярис? Нет, ну, вдруг. Ну, знаешь, за спрос... Ой, а какой у тебя Солярис? Серебристый. Хорошо. Какого года у тебя Солярис? 13-го. 13-го года поддержанный брала. Ну, ладно. У меня чуть поновее, короче. Ой, всё. Ой, началось. Зато у меня парктроника одного нет. У меня вообще нет. У меня комплектация там, да, печальная. А у тебя механика или автомат? Автомат. Ты что, механику мне? Тут бы весь город бедный был. Нет, ну, чё, механику. Я немножко скучаю по механике. Я не скучаю вообще. Я училась водить на восьмёрке. На старой восьмёрке, которая старше, чем я. И она заводилась с пинка, и это был ад. Она постоянно глохла. Она разваливалась. У неё один раз отвалилась дверь. Да ладно. Но она так повисла, да. Потом её на место ставили, у неё не закрывались стёкла. Соответственно, если их закрывали, то их потом не могли открыть. И я училась... Откуда ты такое взяла? Мне посоветовали очень хорошего инструктора. Вот. Нет. Просто дело в том, что в автошколах очень плохо обучают. Вот. Там очень мало времени. И мне посоветовали частного инструктора, с которым я два месяца каждый день по два часа откаталась. Ну, потому что очковала. Прям вот очень очковала и два месяца. Он меня терпел. Один раз на меня наорал. Я его обматерила. И больше он на меня не орал. И очень тихо, спокойно вытирал. Ты заткнула инструктора со стажем. Легко. Я вообще женщина такая, я могу. Он просто тихо сидел и вытирал полпот со своей лысины. Он полысел не после того, как ты его обматерила. Нет, он уже пришел лысый. Видимо, там были такие же, как и я. Жестко. Да. Ну, по поводу вождения, я как только села уже за свою машину, началось веселье. Потому что, как бы он меня в течение двух месяцев не учил, но так как я барышня тугая в этом плане, я не умею парковаться. Привет! Да. То есть я могу припарковаться передом. Здрасте. Но только в том случае, если слева и справа нет машин. Вот. Да. Я тебя так понимаю. Да. Задом припарковаться это вообще нет. Это прям не мое. Ага. Еще есть у меня один вариант парковки, когда подъезжаю к своему дому. Там вдоль бордюрчика можно стать левой стороной. Но если я заезжаю справа, я уже не встану. Вот вдоль этого же бордюрчика я уже там не припарковаюсь. То есть ты можешь параллельно припарковаться? Я могу параллельно припарковаться, только в том случае, если, опять же, спереди и сзади. Никого нет. Никого нет, да. Тогда я могу припарковаться. Я тоже. Потому что параллельно парковаться надо задом. Блин, я вообще, вот я не знаю, почему не чувствую габаритов машины вот никак. А на самом деле проблема у Соляриса в том, что ты, когда сидишь, ты не видишь края ни носа, ни зада. Это во всех машинах. Нет, не во всех. Я каталась на внедорожнике, и на нем вообще офигительно. То есть я и парковалась хорошо. И я все вижу, ни разу его не ударила нигде. Так, ага, значит, свою машину ты ударила уже. Первое, что я сделала, в первый день, когда села за руль, еду я, значит, по своему двору. А у нас машина заставлена там прям... Ну, как в каждом дворе, собственно. Как в каждой многоэтажке, в которой 500 квартир на дом. В первый день, значит, поворачиваю. А там стоит газелька на углу. Ну, газелька такая там, у нее сзади как багажник, тент такой. И это все такое металлическое, железяки эти торчат. Я проезжаю мимо него, и удар. Я задом цепанула, поцарапала свою машину газелем. Ничего, а у меня теперь такая вот прям краска так нехило откололась. Это первое, что было. Это в первый день прям? В первый день, когда я поехала самостоятельно на своей машине. А это карма такая у машины. Эта машина была у моей подруги. И когда она ее купила, ее только выгнали из салона. Первое, что она сделала, это бамбером в столбик въехала. Бедная машина. Да, ей не повезло, но она специально машина для битья. Беднежечка. Мне ее жалко. Ну, я сначала нервничала, плакала, сейчас уже перестала, я уже даже не реагирую. Вот, следующее у меня было, я приехала к своим родителям. Частный дом. Подъезжаю к воротам, а я ж нос до конца не вижу. Ну, короче, въехала в ворота. Ну, там, слава богу, не царапин, ничего, все нормально, все хорошо. Хорошо, следующее. Поехали мы с подружкой, ехали мы с ней к парикмахеру. Надо было нам заехать в один двор. Мы туда заехали, я припарковалась нормально, там даже было места не так много, но я встала. А сбоку, получается, ну, как сзади сбоку был гараж. В общем, она меня что-то отвлекла, мы когда оттуда выезжали, я тесанула бочину об этот гараж. Вот, недавно я приехала в фотостудию. А я же не могу правой стороной парковаться к забору, ну, проблема. Даже если, ну, не параллельно, а просто подъехать, да? Ну, там как бы параллельно надо, там очень узкий проезд, и там вот прям просто поехать, ну, не получится. И там еще не везде можно встать, потому что там неадекватная соседка рядом с этой фотостудией, которая орет, если там оставить машину. А, получается, мое место было занято, вот куда я обычно ставлю, там еще не уехали. Ну, в общем, въехала в забор передним партером. У меня теперь машина с правой стороны вся почесная. Ну, то есть как бы слева все нормально, все хорошо. Справа она у меня так красиво счесана. Вот. Это мы можем. Ну, по поводу парковки. Слушай, подожди, а у тебя седан или хэтчбэк? Седан. Ой, подрунечка. Мне кажется, нам их надо подружить. Я боюсь, что если мы подъедем друг к другу слишком близко, то мы наверняка... А ты скажи, у тебя девочка или мальчик? Мальчик. А у меня девочка. А не мальчик. Ну вот, их надо подружить. Этот подкаст становится слишком женским. Ну, как бы... Как ты называешь свою машину? Ну, как бы... Машина. Машина, да. Не придумала ей имя? Все придумывают девочке имена машинам. Вот у меня был протон. Я его называла пупсиком. А это зайчик. Не, иногда просто рыба моя. Вот прям. Так, у тебя машина рыба. Ну, иногда, да. Она же серебристая. Ну, да. Так, блестит, переливается. Угу. Чешуи. А, ну, хотя, в принципе, вот удары как раз под чешуёк. Да. Так, и что ты там начала рассказывать? По поводу парковки? Да, да. Ну, так как паркуюсь я плохо. Опять же, первый мой выезд был за пределы. Дома я поехала в СБС. Ну, тоже, будь умная Маша, в СБС. Это там же самая свободная парковка. Конечно, естественно. Я везде покружилась. Нигде мест нету. На окрытой парковке мест нету. Даже там? Даже там не было. Ты приехала в субботу? Я приехала в воскресенье вечером. Мне просто вот вечером, мне в 9 вечера, мне приспичило, что мне в машинку надо купить ароматизатор, подставку под телефон. И всё это есть только в СБС? Ну, в Ашане. Ну, там дешевле. Ну, в Ашане, конечно. Ну, конечно. В Ашане всё есть, что вот это думать, где купить. Вот. Поехала в Ашан. Ну, я встала всё-таки. Я нашла там дырку, я встала, но встала я поперёк этого места. То есть, как бы, я припарковаться-то припарковалась. Но я прижала, получается, машину и справа, и слева. То есть, одну носом, другую задом. Подожди, а как это? Ты поперёк вот этой линеечки, да? Там же есть разметка. Как вот это вот называть? Вот разметка. Да. Вот эти две параллельных линии. А я вот так встала. Это как называется? Это вот как-то наискось, да, получается? Да. Вот треугольничек нарисовала. Ну, понятно, короче, ты, ну, не ровно стала, а вот наискось. Да, наискось, да. Вот, и, получается, одну и вторую машину прижала. Ну, слава богу, пока я там бегала по Ашану, никто не подъехал. Нет, ну, я же понимаю, что я выехать не могу. Я встала, почесала репу. Ну, понимаю, что здесь ударю, здесь ударю. Ну, как бы, ну, ничего хорошего. В итоге цепанула первого попавшегося мальчика, он выехал. Ой, я тебе тоже так делаю. Да, я всегда так делаю. Ну, вот, ну, вот, пока доехала до дома, вот, долбанула машина в газель. Кажется, просто все вокруг. Андрей Сергеевич, мой инструктор, если вы это услышите, вы меня хорошо доучили. Ты его позорила сейчас. Вы меня учили хорошо, ну, просто, как бы, ну, женщина, обезьяна с гранатой. Мне кажется, я просто слишком поздно начала, я уже старая для всего этого дерьма. Да ну, нет, это всё придёт со временем. С годами. С годами. Ну, хотя ко мне, вот, спустя сколько там, четыре или три года умения параллельно парковаться особенно не пришло. Я как бы могу, но это, ну, на меня никто не должен смотреть в этот момент. Потому что я, если на меня смотрят, ну, смотрят, как я паркуюсь, я начинаю нервничать и не могу припарковаться. Вот когда я приезжаю там, ну, после работы, после гулек, там, ночью, никого нет. Я могу спокойно параллельно даже на Солярисе заехать. А у меня ещё выпал парктроник. Тебе хорошо, у тебя есть парктроник. Было хорошо. Один хотя бы, у меня ни одного нет. Нет, в смысле, их там сколько, четыре или пять? В меня въехала мадам на БМВ. Мы такие, ну, я же тоже ничего не шарю. Посмотрела на машину, вроде, ну, как бы, даже царапины там особенно нет. Она мне дала пять косарей, я уехала. Потом папа выходит, говорит, Даш, у тебя парктроник выпал и бампер, ну, наперекосяк. Хотя там не видно было абсолютно. Ну, короче, там где-то косарей десять, так точно, но не пять. Я такая, да ёпта. Ну, вот теперь жду, когда смогу поехать поставить парктроник. А то мне без них, ну, так, не очень. Не очень, да? Ну, в забор я въехала. У меня уже была мысль камеру заднего вида поставить. Думаешь, поможет? Ну, говорят, помогает. Ну, я, ну, конечно, это как мёртвым припарком, но мало ли вдруг. Вдруг случится чудо. Ну, в принципе, да. Ну, по поводу парковки. У меня буквально неделю назад была очень весёлая ситуация. Мне нужно было на угол Красноармейского и Горького. А там же, ну, ты же знаешь, что... Трамвайные пути там, да? Да, там трамвайные пути там встать нельзя. И туса вся вот эта. И там, нет, там вот прям жопа. Красноармейская, это в Краснодаре такая тусошная улица. Там все бары, клубы и трамвайные пути. И трамвайные пути. Но я приехала днём, мне на съёмку надо было туда. Я поняла, что на 3-4 часа мне куда-то машину надо поставить. Я 40 минут кружила вокруг, кружила и так. Я понимаю, что там даже если есть дырки, то я в них не всунусь. Проезжала мимо, там, 10 раз вокруг одного места. В итоге встала за маршруткой, там, где вставать нельзя. Там стоит знак эвакуатора. Я остановлюсь, выхожу из машины, смотрю, стоит впереди мужчинка. В белой рубашке и такая зелёная жилетка со светоотражателем. Я к нему подхожу. Говорю, тут как бы проблема. 40 минут, ну, я ему с крайне несчастным видом чуть ли не слезу пустила, потому что мне там ещё клиенты на звание. Деды, мы 40 минут тебя уже ждём. Я говорю, как здесь вообще? Ну, он там есть. Я говорю, я туда не встану. Я говорю, вы можете меня поставить? Он меня поставил. Но когда он повернулся ко мне спиной, на его жилетке было написано ДПС. То есть я удивлена, как ДПСник. Профугал такой удачный случай заработать бабла. Так ещё и припарковал меня. То есть он сел за руль моей машины и припарковал меня. Ну, видимо, ты очень жалостливая лицо сделала. Я, видимо, очень печально выглядела. Ну, вот это вот. Я могу хвататься тем, что у меня паркуют ДПСники. Я огонь женщина. Даже мои ДПСники не могут устоять. Слушай, а ещё не эвакуировали ни разу? Нет. Нет. Я очень... Я вот правила прям не нарушаю. Вот прям боюсь. Но это пока. Ну, пока, да. Пока у меня смелости не хватает. А иногда ты не знаешь, когда ты их нарушаешь. Я знаю. Нет. Один раз у меня был косяк на моей улице. Там для того, чтобы подъехать к моим домам, нужно через разворот. Там не было разметки вообще никакой. Вот совсем. И я знаю, что так нельзя, но там же нет разметки. То есть я с разворота, получается, не в крайней левой, а сразу в крайней правой. Ну, потому что, ну, мне оттуда ближе к дому поворачивать, а там перестраиваться, поток машины перестраиваться я боюсь. Ну, тут я по привычке. Меня неделю не было в городе. Приезжаю по привычке через эту. А там менты обычно рядом стоят. И вот мне повезло, что их там не было, потому что там нарисовали сплошную. Как раз из крайнего левого ряда в средний нарисовали сплошную. Там надо проехать какое-то до прерывистой. В общем, очень повезло. Это вот был единственный раз, когда я правила нарушила. Так я как бы вот прям стараюсь, потому что я очкую. Это пока. Слушай, а вообще первый раз ты села за руль сама, поехала в город. Каково это было? Страшно. Очень страшно. Еду. Ну, как ты вообще решилась? Как я решилась? А вариантов-то не было, надо было ехать. Я-то машину завела с целью экономии. У меня, так как я очень давно не ездила на общественном транспорте, прям несколько лет совсем. У меня в день на такси выходило порядка рубля. И машину я завела исключительно с целью экономии, потому что сейчас у меня на бензин уходит раз в три недели тысяча рублей. Как мало ты ездишь? Ну, у меня расстояния небольшие. Ну, и в центр я на машине уже не езжу после того случая со СТПСником. Поэтому, ну, вариантов не было, надо было ехать. Ну, как бы, а что она стоит? Села, поехала, и я сегодня первый раз поехала без навигатора. Да. Притом, что я по этому маршруту ездила уже миллион раз, но вот сегодня я решила, всё, сегодня еду без навигатора. Без повернити налево, направо. Ну, кстати, я тоже, по-моему, первое время ездила с навигатором. Вот, а вообще, ну, я категорически отказывалась ездить сама за рулём. Я очень боялась. С папой ездила. А потом мне сказали, Даша, отстань. Езжай сама в свой универ. Да, сколько можно женщину? Не, у меня, наоборот, получилось так, что у меня создавались аварийные ситуации. Вот в первое время тогда, когда я кого-то везла. Меня отвлекали. И как будто перестраиваюсь в бочину, чуть не въехала. Спасибо. Что как бы притормозили вовремя, посигналили. Потому что вот как только еду с кем-то, всё пиздец. А ты клеишь на машину там знак каблука? Не, 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 не стала клеить. Меня сразу же начали, инструктор мой начала делать, и отец, и все вокруг сказали, как только ты приклеишь себе знак чайника, тебя начнут подрезать. И никто ни во что ставить не будет. И подруги все, которые ездили много времени. А вот я с этим не столкнулась. Вот у меня что он был, что его нет. Всё одинаково было. А сегодня, я тебе больше скажу, подрезал меня чувак. У него два восклицательных знака было. И он меня подрезал. Слушай, у меня есть знакомый. Это тоже по поводу вождения и восклицательных знаков. Так что было понятно. Он, наверное, лет 15 за рулём уже. Он двухметровый дядя. 2,10. Рост. Я просто смотрю вверх. Да, примерно так. То есть там такой викинг прям огромный. Мужчина. Ну, в смысле, он ездит на оке. Я не знаю, как он там помещается. И он ездит на оке с восклицательным знаком. Ему очень нравится издеваться над водителями. Он может где-то что-то там резко встать. Или там не уступить дорогу. На него начинают наезжать. Он останавливается и выходит из машины. То есть он так, видимо, компенсирует какие-то свои... Ну, то, чтобы не смог себе заработать ни на что больше оке. Если, да, у меня нет машины, зато я сейчас отхреначу на дороге человека. Да, да, да. И этот знак восклицательный у него исключительно для того, чтобы издеваться над всеми. А какого цвета у него машина? У него две оке. Белая и красная. Красная-то парадная, что ли? Не знаю. Но я их так только со стороны видела. Зачем ему две? А я не знаю. Ну, нравится так человеку. Ну, может быть, и на одной бензин закончился, пересел на другой. Ну, это так странно. Это как туфли. То есть у меня есть обычные такие на каждый день. А красная — это вот на вечер куда-то выйти. Слушай, ну, люди же заводят себе для города тот же самый Солярис. А в гараже парадной выходной стоит Каен. Ну, а тут две океи. А тут они одинаковые. Они красные, а другая белая. Ну, что ты? Ты же женщина. Ты должна понимать, что они разные. Я-то женщина, но зачем мужику две океи разного цвета? Ну, блин. Давай на следующей дикие утки его позовем и спросим, зачем мы две океи. Давай, давай. Я очень хочу знать. И мне интересно, купит ли он себе еще там синюю. Ну, чтобы триколор прям. Все, круто. Хорошая тебе. И он их... Ну, я не знаю, как он будет сразу. На трех ездить? Ну, он если поперек... Ну, получается, смотри, он... Одна у него там, где руки. А так как он высокий, он растягивается через стекла. Я поняла, да. Слушай, может свой таксопарк открыть? С аками. Ну, помимо того, что у меня постоянно я не могу выехать, я просто останавливаю первых встречных мальчиков, мужчин. Делаю несчастный вид, говорю, я такая дура. Вот. И они решают все мои проблемы, связанные с вождением машины. Слушай, а у тебя нет такой штуки, что это на автомате включается? То есть когда ты что-то не можешь разобраться с машиной, ты видишь человека и сразу... Здрасте. Я тут это... Нет, знаешь, у меня это не на автомате. У меня это вполне осознанно. То есть я как только вижу, что есть... То есть ты тоже сжимаешь. Я сжимаю, да. Я все сжимаю. Я просто когда вижу, что у меня есть проблема, с которой я буду либо очень долго сейчас разбираться, либо вообще не разберусь. Ну, как бы, что я буду тратить время? Я просто сразу вижу цель, не вижу препятствий. Нужно хватать первого попавшегося мужика, и чтобы он этот вопрос решил. Прикольно. Ну да, ну а что как бы? А они потом мне говорят, типа, номерочек там оставьте мне или еще что-то? ДПСник, например. ДПСник. Ну, с ДПСником, конечно, да. Нет, кстати, нет. Ну, как-то так. Поулыбаются, но я, видимо, очень быстро убегаю потом после этого. Не надо так быстро убегать. Слушай, а что ты будешь делать, если увидишь в машине паука? Ничего. Ты не боишься пауков? Нет, я не боюсь пауков. Я вообще, в принципе... Я вот знаешь, кого боюсь всяких там гусениц. А если ты увидишь гусеницу в машине? Ну, я буду верещать, бежать, и, да, наверное, буду искать кого-нибудь. Так ты же за рулем. Вот ты едешь по дороге, и раз гусеница. Такая, привет, хе-хей. Ну, придется остановиться. Остановлюсь там на аварийку. И буду делать так... Нет, ну, как бы, у меня вот с этим... То есть я в панику не впаду, когда я за рулем. Я очень сконцентрирована. Я прям стараюсь. Потому что я очкую. Но ты убьешь ее. Я его кину из машины. Возьму какой-нибудь листочек, там ПТС-ка же лежит. На ПТС-ку из машины. Ну, только так. ПТС-кой гусеницу выкидывается. Ну, что? Дипломом подпирают столы. ПТС-кой гусеницу выкидывается. Я обычно, мне когда говорят... Ну, дайте свой ПТС. Я говорю, это вот это розовое, да? Они такие, да, это розовое. Ой! И тут же становится все понятно. Ну, тем более ты блондинка. Почти. Местами. Все равно русая. Кусками такая. Для мужчин блондинка, поверь. Кусковатая блондинка. Ну, а что? Мне так бампер замороженное чинили. Я пришла такая, здрасте, бе-бе-бе-бе. Там что-то это. Вот тут вот эта штука, что-то она не работает. Ага. Вот по поводу блондинки. Вчера отправила машину на мойку. Мне обычно, я когда еду домой, мне отец заливает жидкость. Вот омывание стекол. Да. Я как бы даже не знаю, куда она наливается. А она у меня закончилась неделю назад. Ну, а тут, знаешь, дождик покапал пыль. Ну, бля, короче, вездец, на лобовом стекле ничего не видно. Отправила машину на мойку. И я говорю, мне как бы надо. Они говорят, ну, вы там к мальчикам идите. Я же прихожу к мальчикам. Я говорю, я не знаю, что туда покупать. Я не знаю, куда туда наливать. Как оно вообще работает. Я говорю, ну, как-то вот. Они такие, ну, вот у нас жидкость есть. Вот. Я говорю, я не знаю, куда наливать. Покажите мне для особой блондинки, куда тыкать. В общем, залили мне жидкость в бальчок и омыватель. Ты теперь знаешь. Да, я теперь знаю, где он находится, слава богу. Вот. Ещё и жидкость на халяву. И всё бесплатно сделали. Хотя девочки администратор на этом, на автосервисе такая. Угу. Я такие, не, ну, а чё? Вот. Так что, да, на халяву залили. Вот. Проблема вот для нас это всегда девочка администратора в какой-нибудь такой штуке. Угу. Всю малину портят. Ну, просто им, они ж ничего не, видимо, завидуют. Ой, конечно. Угу. Я думаю, очень. Угу. Как минимум, потому что у них нет соляриса. У какого человека сейчас нет соляриса? У Галя. Ну, и у чувака, у которого две оки. Да. У остальных солярис есть. Да. Что ты не едешь по дороге, одни солярисы везде. Да. Не, ну, а чё, зато все братья. То есть ты вот так, да? Слушай, а ты на парковке не теряла машину свою ни разу? Нет. Я первое время, ну, что-то запарковалась, ушла, кстати, в СБС было. Выхожу такая, чёрт. Я умная, я фотографирую. Я фотографирую, где я поставила. Я просто, ну, не привыкла же, как бы, впервые за рулём, грубо говоря, там, первый месяц, я не привыкла, что нужно запоминать, где твоя машина. Ну, папа же всегда, и чего. А тут я выхожу такая, а где моя машина? Причём у меня сигналки не было, я не могла пикнуть, и чтобы послушать. Я такая, ну, пришлось ходить, везде искать. Обойти, всё, князь, князь, князь. Да, да, да. Благо, у меня была такая машина, которой ни у кого не было. И нет. Нет, ладно, есть, я же её продала. Чёрт. Да. Как ты могла. Вот теперь всё на Солярисах. Да. Слушай, а мне вот интересно, когда две тёлки встречаются на дорогах в одинаковых машинах, они обижаются друг на друга? Ну, как в платьях одинаково. Ну, ты же видела других тёлок на Солярисе, ты на них обижаешься? Ну, как бы, ну, это я. А другие? Я думаю, нет. У всех такие рожи постные. Постоянно. Даже не видят. Да. Ну, все сидят в телефонах, в солнцезащитных очках. И вот, типа, я такая классная. Просто вот вообще. А, он такой, какая озёл. У меня аж помада в кофе упала. Типа того, да. Кстати, по поводу вождения. Есть одна страшная история. Я не знаю, просто правоохранительные органы до нас не доберутся потом. А вот и узнаем. Вот, прекрасно. Значит, есть у меня один знакомый товарищ. Новогодние праздники. Мы с ним из одной деревни. Он говорит, поехали в Абинск. Это у тебя Абинск. Чёрт. Поехали в Абинск. Я говорю, ты же выпил. А я права буквально два дня назад получила. Вот до этого. Я говорю, ты выпил? Как бы как-нибудь ты поедешь. В смысле, я поеду? Поехали. Что хуже? Лысая резина. Слава богу... Прям комбо. Да. Слава богу, это был большой внедорожник с 95-м регионом. Чувак просто купил в 95-м регионе. 95-й, да, Дагестан. Купил там машину, решил не менять номера. Ну, так страшнее. То есть большой чёрный внедорожник. Ну, я не знаю. Мне не страшно было бы. Я не знала, что это Дагестан. Я бы... Если бы я ехала и меня бы кто-нибудь подрезал, я бы там... Ты, козёл. Нет, а тут как бы проблема в том, что господа полицейские... Они-то знают, что это за регион. Да, и они как бы меньше трогают. В общем, мы доехали до Абинска. Мы сгорем после скорости 50 км в час на лысой резине по гололёду. Зима, новогодние праздники. Этот сидит там же, прибухивает и подкалывает, что нас обгоняют даже девятки. Слушай, в нашем-то Краснодарском крае неудивительно, что девятки-то и обгоняют. Действительно. А мне просто сказали, они просто если разгонятся, им тормозить уже нельзя, то потом опять не разгонятся. Потом собирать надо будет. Там дверь отпала, да, там сиденье. Ну, доехали мы туда благополучно, нормально. Обратно едем, ночь уже, темно. То есть я первый день за рулём. Вот это вот прям совсем первый день, когда других вариантов не было. Там уже тело в хлам, мы едем обратно. Ночь, темно. Тут просыпается посреди трассы, говорит, нам надо в магазин за пивом. Ну, заехали в магазин за пивом, повернули туда. А, нет, мы проехали магазин. Я говорю, я здесь не развернусь по трассе, садись за руль, разворачивайся. А там вот тело в хлам. Он сел, развернулся, подъехал к магазину, причём так, с ветерком подъехал. А там стоят господа полицейские. Где бы ещё встретились. Ну, он пересел на сиденье пассажирское. То есть там как бы так они глаза закрыли. Я сходила в магазин, вернулась, села уже за руль. А там, получается, ситуация какая. Для того, чтобы выехать с магазина на нашу полосу, нужно переехать через двойную сплошную. Либо уехать направо, в противоположную сторону, там где-то хер знает, где развернуться, и поехать. Он говорит, езжай через двойную сплошную. Я говорю, в смысле? То есть как бы... Держим тот момент, что я ползу со скоростью 50 км в час. Но всё-таки выехала я через двойную сплошную. Проезжаем мы километров 30, уже в другом населённом пункте, сзади мигалки. То есть я еду со скоростью 50 км в час через 30 км в мигалке. То есть понятно, да? Открываю окно. Они говорят, извините, мы бы вас раньше догнали. Но у нас машина не заводилась. Ну, чем закончилась эта история, рассказывать не буду уже. Но вот это, извините, у нас машина не заводилась. Мы бы вас раньше догнали. Мы потом неделю с этого ржали. Это очень оперативно. Да. Прямо я просто понимаю, что если бы я перед этим населённым пунктом свернула в другую сторону, а там даже фонарей нету, они бы даже не нашли. Я ехала медленно. Слушай, им тоже очень повезло. Да. Ну, после этого зато я не нарушаю. Знаете, как я перепугалась? Два дня права на руках? Насколько это было страшно в цифрах? Нет, это было не в цифрах. Это было «ща я позвоню». Я так понимаю, звонил пассажир? Да, звонил пассажир. То есть это было, слава богу, без цифр. Но я так перепугалась. Ну, представь, моя кипиш-паника два дня назад. Так, подожди, он сказал «ща я позвоню». Они что сказали? Ну, сказал «кому позвонить». Мы сказали «ладно, не звоните. Хорошей дороги». А, прикольно. Слушай, ты мне потом, после подкаста, скажешь имя. Сказать, кому звонили. Мало ли там, чё это. Да, чтобы пугать. Итак, это был подкаст «Дикие утки». Сегодня мы говорили с Марией о вождении. Две собрались тут самые умные. Самых умных водителей. Да, пожалуйста, аккуратней на дорогах и не забывайте моргать аварийкой. С вами была Дарья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok